Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по волшебной книге Тиви. 40-й псалом. Псалом 40-й очень необычный, очень интересный, хотя небольшой. Он продолжает предыдущие два. 38, 39 и 40. Это как бы единый комплекс псалмов. Вообще 40-й псалом пишут, что служен в качестве молитвы, чтобы больной мог после выздоровления воздать хвалу Богу. Это Радак написал. То есть каждый раз, когда человек замолел и у него выздоровел, вот этот псалом рекомендуется сразу читать. Написано в древних книгах, что это псалом, молитва человека, попавшего в беду. То есть когда у тебя проблемы, когда у тебя неприятности, читают этот псалом. Читают его также, когда хотят спастись от плохого настроения. Чувствуешь, немножко начинает внутри как-то так расшатываться. То, что называется, появляются признаки депресс-нака, сразу читают этот псалом. И вот те же, читают также, когда у человека тяжелые переживания, начинается, рушится надежда, обязательно сразу читается псалом 40. Еще очень интересная особенность этого псалма. Его читают, когда у тебя суд, и ты уверен, что судья негативно к тебе настроен, предубеждение какое-либо. Ты уверен, что судья на стороне твоих противников, обязательно сразу читают этот псалом. Вообще в любом соприкосновении с государственными органами, налоговыми, таможенными или какими-то, если у тебя проблема с государством, то надо читать этот псалом, он как бы ограждает человека. Еще есть особенность этого псалма. Говорят, что когда у человека публичные выступления, какие-то лекции, что-то он говорит будет, то для успеха в публичных выступлениях этот псалом является абсолютно необходимым. Ну вот коротко, а псалме номер 40. Прохавая слуха.